Вопрос у нас такой, друзья, нищета, порог или добродетель. В начале программы я говорил о том, что однозначно церковь какое-то время думала, что богатство и процветание, когда она управляла всем, да, и всеми царствами, и все у ног лежало, и, как я вижу, они не справились с этим, и по этой причине Бог разделял церковь, и начинались какие-то новые движения. Монашеские, даже включая тот же протестантизм, который начался, да, то это все причина застоя, когда человек сел и почивает, да, на лаврах. И интересно, что было время, когда люди считали, что нищета – это добродетель. Вот давайте рассудим и ответим людям на вопросы, потому что, как на мой взгляд, ну, на мой взгляд, я в конце вам скажу, как на мой взгляд, но давайте слово дадим вам, дорогие. Какое правильное мнение, я скажу в конце. Правильное мнение, я скажу, говорите, что хотите, я скажу правильное мнение в конце. Итак, нищета – порог или добродетель? Я не думаю, что нищета – это добродетель, но, опять же, это мое мнение. Простите, простите, простите меня, простите, я просто хочу обострить ситуацию. Например, если у вас в церкви или в собрании вы видите человека, который нуждается постоянно, нищий или ниже среднего, не хватает у него на жизнь, на что-то еще. Что вы думаете в этот момент? Вы думаете о нем как о человеке, которого надо наставить в вере, чтобы он, скажем, стал великим бизнесменом? Когда вы говорите «вы», вы к кому обращаетесь? Вам двоим я обращаюсь, вам двоим. Как вам просто по имени. Вам тем более проще, вы в одной церкви, поэтому в одном собрании. Как ваше отношение? Я к тому, что как вы смотрите вот так по-честному, а сейчас по-честному. Да, потому что это было не по-честному. Да, сейчас по-честному. Или же вы смотрите на то, что, как написано в Библии, богатый и бедный встречается, и того и другого создал Господь. Вот что ты скажешь, Авель? Два мнения может существовать, ну, в моей голове, по крайней мере, по этому поводу. Первое, это я смотрю на человека как на себя, да, то есть, предположим, у меня в жизни до уверования были периоды, когда были просто баснословные заработки, потом резкое падение, полная нищета, то есть вот то, что нечего было есть. И это повторялось циклично на протяжении 20 лет, скажем, моей бизнес-карьеры. Я умею жить и в скудости, и в изобилии. Я умею жить и в скудости, и в изобилии, потому что не в скудости, а в нищете именно. То есть, человек бедный, это которого нет денег, а в нищете, это когда у тебя нет денег, ты еще всем должен при этом. Да, страшно. Выходы из этого проклятия. И всегда есть место поговорить. Тут нужна честность того человека, с которым мы разговариваем. Второй путь, это когда человек находится в состоянии нищеты на протяжении всей своей жизни, предположим, да, неважно, длинная она или короткая. И, возможно, здесь у него есть какой-то беспорядок в финансах. То есть, человек не умеет ими распоряжаться. Сколько бы он ни получал, там, 5 тысяч, 10 тысяч, 20 тысяч, 100 тысяч, он все равно не умеет ими распоряжаться. И у него, вот я всегда обращался к таким людям, говорю, там, у меня были деньги или не было, говорю, давай что-нибудь там купим, куда-нибудь пойдем. Денег нету. А он работает, я знаю, что он работает с утра до вечера, там, тяжело. Нету денег. И это не ложь, это правда, у университета нету денег. То есть, здесь есть какое-то беспорядочное введение финансов. В одном случае, возможно, проблема духовная, да, это в первом случае, да, когда есть какое-то проклятие реально, и одно и то же циклично возвращается. В втором случае, это просто нужно человеку, может пойти на какой-то семинар, там, по правильному введению финансов. Кстати, вот сейчас в Израиле проходит такой семинар, вот начинается. Ну, то есть, ты считаешь, что любой человек может стать богатым человеком? Не, не говорю богатым, да, я меня возвращаюсь. У каждого человека есть свой ресурс. Ты меня обратно возвращаешь к серебролюбию, не богатым, а обеспеченным, когда все его нужды покрыты, и у него есть достаточно, чтобы исполнить его любовь. Ну, смотри, ну, есть ситуация, вот я тебе сразу говорю ситуацию. Допустим, я не знаю, заболел кто-то из родни, да, и не может работать, и все ложится на плечи одного человека, например, и он работает. И он работает, и, как сказать, работает на обычной работе, на которой немного платят. И у него нет, скажем так, или там, он не нашел в себе интеллектуальный запас, чтобы продвинуться, выучить какую-то новую профессию, чтобы пройти. Он рабочий на заводе, скажем так, работает, вот ему платят все по-честному, но ему не хватает, и все время не хватает. Поэтому надо кормить кучу детей, там, оплачивать счета мамы или папы, понимаете, да, вот такая, то есть не все так прямо, как... Да, красиво, но я скажу так. Ведь на постсоветском пространстве сегодня люди нас смотрят, и очень много людей в этой категории, то есть мы говорим о каком-то там... Я, к сожалению, не могу дать какой-то конкретный совет по поводу, скажем, постсоветского пространства. Я могу дать конкретный совет по поводу тех, кто живет в Израиле. В Израиле работы навалом, любой работы с любыми деньгами. Вопрос, на что мы способны, да, если человек, который не способен работать на какой-то определенной конкретной работе, а по объективным совершенно причинам, не потому что он там мозгами не вышел или там внешностью, не может он там работать, у него нету достаточных навыков, возраст там может быть, далеко это от него находится и так далее. Но в Израиле, предположим, можно взять и изыскать какие-то ресурсы сверх того. Например, если у человека, как ты говоришь, кто-то дома заболел, обязательно Израиль, такое государство, которое позаботится о том, что тот, кто будет болеть, будет получать хоть какую-то, ну, копейку. Друзья, это поможет только нашим людям, которые живут в Израиле, вот сейчас то, о чем мы говорим. Да, мы должны сказать для всех, да. Скажем, про Россию, если говорить, да, то тоже вот недавно общался с ребятами из России, и да, там тоже есть варианты поиска каких-то пособий от государства, пусть небольших, но это дополнительный приток финансов, причем для этого не нужно ничего сделать. Поверь, я понимаю твой настрой помочь сейчас всем, помочь всем, раздать всем советы и ответы, но я просто к чему, к чему я обостряю ситуацию, к тому, что существуют вещи, которые мы не можем никак назвать. Тут, как Христос сказал, нищих всегда имеете, да, но мы со своими мозгами, скажем, такими, прокапиталистическими, мы говорим, мы сейчас научим вас ловить рыбу, мы научим вас ловить рыбу, но практика показывает, что не всех можно научить ловить рыбу, то есть не все учатся, да, некоторые всегда будут ходить и просить, ходить и находиться в той ситуации, в которой есть. И понятно, что сильные должны сносить немощи без сильных и не себе угождать, написано, а значит, что есть ресурс, даже в церкви, да, сильные могут помочь слабым. Но тогда в чем вопрос, потому что на самом деле, смотрите, если есть, как сказать, ситуация, когда мы хотим выбраться из вот того состояния, в котором мы находимся, или не хотим, да, да, то есть выход, есть ответ от Господа, и это от Господа, это не мирские какие-то там вещи, там, что ты должен там мыслить, там, больше кидай, кидай дальше, там, и так далее. Да, но есть именно ответ от Господа, есть, слава Богу, у нас друзья, братья, сестры, у нас есть возможность на самом деле двигаться, мы можем менять географию, мы можем решать как-то вопросы, ну, то есть как бы там с семьей, с друзьями, с родными, близкими и так далее. У Господа есть ответ, я верю, я верю, что Господь нас создал. Это ответ финансы, кстати. Да. Тогда можно прийти к празднику, прийти к празднику, прийти к празднику. Мы думаем, что это финансы, а это не всегда финансы. Нет, нет, мы приходим к людям и ожидаем чего-то от них, а они нам дают совет, как это сделать, да, вместо того, чтобы принести денег, да, не учите меня жить, помогите материально. Но это неправильный подход. И у меня есть один совет. Иногда ответ от Господа как раз получить совет, вот его ты как раз сейчас озвучишь. Вот у меня есть совет, вот если люди наши, вот телезрители, хотят реально поменять ситуацию свою, то мой призыв к вам следующий. Найдите в своей церкви людей, которые нуждаются больше вас и послужите им. Хотя бы чем-то, да, по своему уровню. Да, вот просто прийти, ободрите, вдохновите, угостите кружкой чая, я не знаю, все что угодно. Послужите и попробуйте вложиться в их жизнь так, как хотели бы, чтобы вам послужили те люди, которые имеют больше результат, по вашему мнению. Я уверен, что Господь через это очень сильно вам вообще откроет глаза, и вы увидите те возможности, которые до этого вы не видели. Субтитры создавал DimaTorzok